друзья всем привет с вами снова андрей фермер мы продолжаем работать сейчас приехал пораньше мы сегодня должны обратно же обрыскать продолжать но сейчас я пока раз а поеду диска но на вальтра участок там 10 гектар ну грубо говоря три часа это плюс-минус но быстрее получится там может не 10 поменьше кита а потом уже приеду сюда и будем подтаскивать воду ну дальше будем заниматься про травы посмотреть масло уровень или нет ну и там тоже уровень гидравлики тоже так ключик надо мне фильтр засоренность плита фильтр уже засоренный короче каждый бак приходится сливать от стой вода хотя солярку хорошую видимо не такая уж она и хорошая раз вода присутствует вот с каждого бака считай сливаю примерно ну грамм 20 воды так ладно запускаемся и в дорогу так но я приехал на поле уже отбил такую загоночку вот участок маленький гектар 10 в принципе должно влезть разделывается земля конечно хреново одни камни и барана даже это не справляется но другого варианта нет придется сеять так на ушел лучше тут уже не сделать это второй след всегда яровая похода после нее тяжело разделать землю обычно мы всегда пойти мы просто вот в этом году не под рассчитали и не хватило земли так ну все я заканчиваю последний край сейчас вот прохожу его и все поле раздел ну земля конечно разделась ночь почему-то стало забиваться барана именно здесь земля все равно сыроватая хотя хотя у нас вот кусок вот сейчас даже забивается опять приходится чуть приподнимать ее надо сдавать не знаю с чем это связано но именно вот на этом поле хотя глубина стоит такая же как в прошлый раз была нагреваем перед собой землю и бесполезно но видимо сыроватая земля из-за этого но в любом случае я сейчас доделываю и еду на базу кстати вот пыль там уже барсик проскочил ну на наши поля ездить они быстро двигаются так что сейчас будем брызгать у нас первая заправка пошла вот техника да ничего кубим и такой так барс поехал прыскать но мне надо теперь отогнать трактор на базу и приеду уже сюда с батей за этим трактором его еще утром пригнали сюда чтобы прыскать можно было сейчас мы делаем этот опрыскиватель у нас две тонны бочка залитая на 33 выезда у нас в общем сейчас он добрызгивает мы заливаем эту бочку с этой бочке одну заправку и здесь еще у нас там чуть подальше участок он его пробрызгивает мы выливаем последнюю воду он едет на большой участок на большое поле ну а мы уже эту бочку отгоняем и берем большую этот под налив ставим и таким образом сегодня работаем должны закончить всего ну ребята уже выехали сеять так ну а я еду сейчас уже воду везу пересел на МТЗ-12-21 с бочкой три тонны сейчас доеду сначала разгружу им один баул удобрения ну там два баула у них пол баула и короче на 9 гектар можно похвать по 100 килограмм даем на гектар сейчас я его разгружаю воду и продолжаем брызгать но у ребят срезало привод привод на одном из колес не знаю правда какой поехали варим вот пока это окно сейчас сделаем все дела которые наши а потом продолжим уже брызгать одну почву они разлили и вот срезало привод ну у нас сев идет полным ходом сейчас сейлку зацепили за МТЗ-1025 ну зажалку отцепили я там ее не подключал потому что все доктора другие заняты сейчас я приподнял чуть газон надо будет вперед протолкнуть потому что выезжать тут опасновато можно попробовать и выехать пока они его заведут я уже его опущу ну как то так а он просто в шлице а здесь типа это ну как мост я так понимаю это а здесь на него эти флянцы вставляются просто вставляются они и вот пошли сюда это карданы прикинь это кардан вот он здесь ставится и туда пошел вот кардан и здесь а ну это это как по моему как на уазике системы воинские когда в общем такая здесь система интересная также еще колесо латка оторвалась и спустила надо будет здесь зачищать и уже новую латку хочу и кстати крылья вот эти здесь сделано от Нивы вот это как сзади на Ниве багажник открывается в общем оно это если где-то зацепился и потом обратно вернулось такая вот техника интересная ну а здесь тоже сосок да под спицы ну здесь да попал тоже ну монтировка раз отговорили накачали подкрутили кинулись латка тоже отклеенная самариску ну видишь отъезды по асфальту видишь вот латка на среднем колесе видишь уже корж да а уже стерл да уже чуть-чуть да уже чуть-чуть это вот асфальт да это асфальт делал по полю да по полю им сноса не будет ну вот тут я шесть лет на этих колесах езжу он же не новый был да когда ты его получал нет 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 а какого он года если я не ошибаюсь наверное лет 11 лет 11 лет охренеть ну что техника работает тем не менее он делает он ездит он работает он зарабатывает да блин донград мощный такой это для оффроуда специальный никуда ну да по нашей жизни и мы батон можно поднять на грузоподъем поднимаем если на сцепке вот так едем и колесо надо поменять а как по другу а нас поддышли мы прям подставляют а вот это дышло да вот это или что это рыча под него там жесткая сцепка прям галстук такой здоровый длинный а это вы уже подумала ставить до под низ подставляем короче как берем скидываем задние 4 подвешиваем дышлину все он на дыр на дышлине потом по поддышли на домкрат постановим поднимаем передок скидываем и все у вазиком подъезжаем опускаем домкрат на серьгучек и поехали так что я трактор подгоню туда с бочкой поближе чтобы нам заправиться и дело у нас пойдет вот в течение 30 минут барсик снова на ходу в кабине у меня срач конечно можете написать в комментариях ну что делать у нас сейчас рабочая обстановка поэтому работаем на грани фантастики так запускаемся газку надо поддать просто на этом тракторе еще стоит блокировка рычаг надо в определенное положение поставить только тогда заводится ну мы переехали сейчас будем раскладываться барсик уже на полосе ганы тут длинные здесь где-то гектар 18 должно быть сейчас готовим помпочку вытаскиваем оборудование препаратики и будем продувать а у вас ручка вытаскиваете глошак новый а вы это то что вы потеряли его да его менять наверно придется в любом случае так у нас все наготове контрольная проверка вот это я понимаю мощь включил он отбил же все полосы он все делает разворотные полосы а потом уже чтобы скорость набрать чтобы скорость набрать ну так ну я уже размотал все приготовил барсик еще продувает но в запасе у меня минут десять еще раз 15 минут пять минут он где-то уже опрыскивает скорость конечно запредельная 30 35 километров в час рабочая скорость вот как он быстро приближается как он быстро приближается а у нас была не полная заправка поэтому сейчас будем заправляться все да остатки остатки чуть перепутал остатки сейчас будем уже заправляться сейчас будем уже заправляться кончился мой рассос здесь все поля закончили ребята кстати тоже засеивают там им остается совсем чуть-чуть я сейчас еду заливаю эту бочку бродильник уже потащил трехкулбовую бочку в поле ну и тут барс туда тоже отправился сейчас я заливаю эту бочку и еду тоже на поле должно хватить нам воды ну должны закончить в любом случае там еще около базы есть поля но мы сначала сейчас самые дальние в первую очередь а потом уже те которые около базы здесь надо будет тоже делать туда с переездом трубу трубу надо закладывать трубу и засыпать тогда будет нормально а так постоянно вода десет я знаю такая она это она я это она 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 I'm going through hell I think I'm fine but I know you can't tell Like nothing I found My mind overwounds I think that I'm broken but I don't know I know I'm not perfect As you fade away 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 в наше время никто не заплатит тем более август это такая компания я но это поставщики это дилеры а сам так компания на не ездить тебе хватит или бочки да там наверно дадут видимо зря я пригонял только вот это тут лишь где-то растительность цеплял уже ну да 24 метра все-таки это приличный захват короче в этот раз ты школу of как в автошколе назад не куда ехать и и вперед а а а ну что запускаемся а я привык как всегда на все а тот табачок маленький моментально наполняется бочка у нас закончилась я зацепил уже другое и сразу тянем его в поле вас почти уже пустой на срочно подскакивать и заправлять его нельзя не терять ни минуты но сейчас в прошлый раз где дисковая паранойя прошел прикаталась теперь как асфальт можно погонять но в любом случае лучше чем было а что тут было смотрите прошлое видео не помню какое но я рассказывал про эту дорогу так водик домой водики бомба барсик уже пустой стоит на поле ждет нас сейчас мы загружаем еще дара где-то две заправки и все все пассива попрызганы но вот вот у нас есть пассивно он слабенький но все равно его продуем потому что в этом году каждая зернушка для нас дорогу но как а в любовь в принципе вот такая вот работа сейчас соседа брызгаем цепляем бабочку и срочно дуем поле потом рассеивать удобрения под картошку завтра может быть даже сегодня запускаем придут сплошной обработки на этом уже будем смотреть в мою обстановку если у меня хватит сил буду работать еще часов до 12 на придет сплошной обработки другого варианта нету троги поджимаются сейчас едем по картофельному полю в прошлом году здесь у нас гордушка была но вот здесь будем заправляться вот надполе перед нами жениться мощь сейчас мы ее бродуем еще от сорняка и будет вообще супер но местами есть конечно где вымокло от этого никуда не деться так ну все ребята поехали домой ну а мы загрузили уже баулы с удобрением это у нас 15-15-15-15-15-10 будем сыпать ее под картошку кто-то сыпет азофоску но это та же азофоска тут чуть-чуть другие у нее компоненты ну ничего как говорится по старой доброй технологии работаем сейчас еще в навозничек закинем два баулечка и будем выдвигаться так сейчас цепляем придут споршной обработки даем туда 15-23 вот единственная проблема хотел открыть а цилиндры уже эти не держат не видно а? а вон наверное колея большая будет колеса будет топтать он маленький для него так бы конечно зато 2 лучше было бы но ладно выехал в поле сейчас уже удобрения тоже туда повезли я чуть запаздываю ну потому что пока посмотрел как настраивать разбрасывать настраивать прям будем в поле в полевых условиях не знаю с первого раза может не получится четко но попробуем в общем мне надо добиться 400 килограмм на гектар ни больше ни меньше плюс минус там 10 килограмм можно погрешно но надо стараться точно сделать кстати вот эти ребята уже я их догнал зацепили зацепили также врезу склажной обработки но это уже потом завтра или может сегодня вечером не знаю будут селы тогда поработаю это уже буду смотреть возле разбрасывания приехал я закончил у нас получилось 12 с половиной практически ну так должно было получиться в начале настроил чуть-чуть это больше расход был 410 по-моему килограмм но потом уменьшил вроде бы сейчас нормально ну плюс-минус там погрешность равно 10 килограмм есть где-то скорость увеличится и где-то уменьшается в общем как-то так но сегодня уже не поеду никуда потому что ноги уже отваливаются сегодня целый день на ногах то с этими препаратами то еще тут суетился по базе в общем на сегодня все ну а вам спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачи и пока у нас рабочий день не обходится без происшествий прокололи колесико иди отсюда спокойствие то не снимаем в ночь ну койди отсюда ну пришелся ты монитор уже